Доброе утро всем любителям доты. Мы возвращаемся на китайский регион, где будем смотреть OGA Dota Pit China. Это очередной день с тремя БОТ-катками. С вами Форсаж и первые два БОТ-три сегодня мои. Это Royal Never Give Up против Invictus Gaming. Первая серия, первая карта. Соответственно, Invictus Gaming, позавчера матчи, которые я комментировал, показали себя довольно неплохим коллективом. Неплохо катали. Одну серию закончили со счетом 2-0. Во второй, кажется, там поборолись. Они, кажется, с Saga проиграли 2-1, если я не ошибаюсь. Если я все правильно помню. Ну, в общем, они там могли выиграть. И 2-0, и 2-1 могли выиграть. То есть у них, в принципе, были все шансы. Хорошую доту показывали. Но про Royal Never Give Up особо пока сказать ничего не могу. Потому что за их игрой я сейчас буду смотреть впервые за долгое время. И делать какие-то выводы преждевременно не хочется. Только на основании их результатов на других лигах или на конкретно OGA Dota Pit, если они где-то играли уже матчи. Потому что OGA Dota Pit, в общем-то, как раз, по-моему, позавчера начался. То есть это третий игровой день у нас сегодня, получается. Ну, короче, давайте, наверное, ближе к драфту. Значит, первая карта у нас. Royal Never Give Up берут. Мирану Марса, Войт Спирита. Invictus Gaming, Phoenix Disruptor. Так, чем подкреплять-то это? Ну, до 2 саппорта пока у Invictus Gaming, понятное дело. Это надо подкреплять обязательно какими-то хорошими дизайблами. Поскольку Phoenix, ну, он сам по себе, когда ты играешь против персонажей, которые ничего не могут сделать с замедлением скорости атаки, ты, в принципе, там уже на втором левеле ультимейта можешь и без станов вообще совершенно спокойно солнце ставить в центре драки. Если ты хорошо на Phoenix играешь, спиритов раскидываешь, всеми спиритами попадаешь куда надо, и потом солнце используешь, и его никто особо разбить не может. Но практика показывает, что лучше все-таки Phoenix подкреплять какими-то хорошими дизайблами, которые способны, скажем так, оградить ультимейт Phoenix от пагубного воздействия вражеских героев. То есть это как раз вот Марс, который появился у Royal Nova Give Up. Это может быть Акс, это может быть там какой-то Бэтрайдер, Легион. Ну, короче, какие-то вот такие герои, которые, ну, Void, тот же самый, да, которые могут как-то вот поддизайблить врага. Он там, Легионка, и Бэтрайдер это, ну, такая как бы опция. Не самая, наверное, лучшая, но это лучше, чем какой-нибудь, не знаю, Вивер Тройка, да, который вообще никаких станов не имеет. Это Урса персонаж очень хороший. Пикается Oracle команды Royal Nova Give Up. То есть пока мы предполагаем линию Марс плюс Мирана на линии против Урса Дизраптора, в принципе, играть можно. Может показаться, что Урса, как персонаж, который против милишников очень хорош, должен там камня на камне не оставить. На самом деле, если все делать правильно, надо просто из Урса ресурсы выбивать пораньше. То есть пока у него там первый-второй левел, ты кидаешь в него там копье, щитом его дамажишь, там Мирана тоже старается его прохарасить. В принципе, может нормально получиться. Но понятно, что линия Урса плюс Дизраптор, она как бы вот априори немножечко посильнее, мне кажется, чем Марс Мирана. Но стоять там можно. Oracle забрали, да, Royal Nova Give Up. Это говорит о том, что они, скорее всего, будут добирать какого-то хорошего хардкерри. Под этого Оракла. Вот как раз Акса забирает Invictus Games. Странно, что в банах не оказалось ни Марса, ни Акса, ни Урса на второй стадии, да, я имею в виду. Потому что Урса это крайне метавойный герой, крайне популярный. И вот... Ну, это как Фурион, на самом деле. Вот Фурион сейчас тоже... На мой взгляд, два суперсильных героя сейчас есть в доте в этом патче. Это Фурион и Урса. Там после нерфа Некрономиконов как-то уже... И вообще изменения экономики игры, Лекан, мне кажется, не так хорошо смотрится. Вот. На мой взгляд. Хотя это тоже такой вопрос, конечно, спорный. На самом деле я думаю, что Лекан не очень хорошо смотрится. Хотя три игры, которые я играл с Лекантропами в матчмейкинге, все заканчивались победами Лекантропа, но, опять-таки, там можно сослаться на раков в тиме, так сказать, и не очень хорошую игру. Но, тем не менее, да, тем не менее. Все-таки Урса Нейчерс Профит — это крайне сильные персонажи в этом патче. До сих пор. Вот. То, что там поменяли предметы, поменяли немножечко экономику, не сильно, мне кажется, сказалось на удобстве игры за этих героев. Так, тут у нас по банам пошли тролль-пак. Ну, здесь, я не знаю, террар-блейд какой-то, наверное, должен быть забанен. Ну, тролль, конечно, самая очевидная. Но что еще есть? Еще фейслос-вайд забанят. Ну, я не знаю, честно говоря, фейслос-вайд, как мне кажется. Такое себе решается. Сларк, может быть, вот как раз еще неплох, теоретически, на линии против Акса Феникса. Или, может быть, вообще какого-то, знаете, не классического кэри заберут ройл. Ну, там типа ДП. Да, у них будет такой драфт активный в мид-гейме без какого-то явного кэри персонажа. То есть у них очень много скиллов. Когда ты берешь такого неактивного кэри, ну, точнее, неактивного, а нестандартного кэри, то у тебя получается очень активный драфт, потому что, ну, у твоего кэри персонажа есть скиллы, которыми он может помочь. Чем отличается классический кэри от не классического? Тем, что у него скиллов просто нет, чтобы помочь своей команде. Берешь ты, например, там вот Фантом Лансера. А что может сделать Фантом Лансер, пока у него хотя бы Яши нет? Или пока у него нет диффуза? Да ничего он, блин, не может. Что может сделать какой-нибудь там Террар Блейд? Ну, ладно, Террар Блейд с метой там раз в три минуты может выйти, что-то сотворить. Джаггернаута забирают Инвикту с гейминг-класс пиком, вау. То есть это все-таки Урса мид против Войт Спирита. Так, ну тут, наверное, надо суперудар сейчас сделать. Royal Never Give Up. Войт Спирита ставим на легкую, Марса ставим на харду. И добираем в мид рейндж персонажа просто. Ну, просто ДП. Или Хускара. В Рейскинг. Мне не нравится. В итоге что получается? В итоге получается, Урса мид против Войт Спирита стоит хорошо. А, ну тут Эмма на Джаггернауте. Слушай, не, ну вообще, вообще, Эмма, он и, собственно, как и Флайфлай, они свапаются периодически, то есть лайнингом. Иногда Флайфлай на миде играет, иногда Флайфлай на кэри. Так что, мне кажется, что тут Урса должен быть на центральной линии. Извините, пожалуйста, зевнул, проснулся только недавно. И Джаггернаута можно ставить на легкую, да. То есть Урса в миде против Войт Спирита, Джаггернаут на легкую. Вот, будет отправиться. Феникс плюс Акс, ну, Феникс плюс Акс, ну, они супер хорошо стоят, если что, против Войт Спирита. Вообще, там, должно быть очень легко. В мид, как бы, Урса тоже выкатывается огромным. Линия Джаггернаута Дизраптор, в принципе, тоже стоит против. Ну, не знаю, мне кажется, что Инвиктус Гейминг поддрафтили чуть получше, чем Ройл Невагивап. Давайте посмотрим, наверное, на коэффициенты от наших партнеров париматч. Хоба. 1.70 на РНГ и 2.08 на команду Инвиктус Гейминг. Ну, такая разница в коэффициентах, видимо, обусловлена тем, что РНГ априори являются чуть более сильной командой, да, наверное. Потому что, повторюсь, я, опять-таки, не следил за игрой РНГ, не следил за китайским регионом до позавчерашнего дня. Вот. И я стараюсь не смотреть на вот эту вот статистику, которую я вижу. Типа, о, а эта команда, там, первые, там, два матча выиграла своих на лиге. Или они, там, прошлую лигу провели хорошо. Ну, блин, как правило, ты сразу, как бы, сам понимаешь, что, вот, есть команда, которая, ну, типа, плохо выступает, а есть команда, которая хорошо выступает. Она является явным фаворитом. Здесь же я, вот, ну, не готов, вот, основываться на статистике, которая у нас есть в данный момент. И говорить, что, там, РНГ является явным фаворитом. С точки зрения драфта, мне кажется, что у IG, опять-таки, чуть получше. Но Dota есть Dota, друзья, не забывайте об этом, что любой драфт, в принципе, при крайне плохой и кривой игре может проиграть, в общем-то, проиграть с треском. Да, еще, конечно же, напомним нашим зрителям, которые только что подконнектились, что при матче раздает бонусы. Этот бонус вы можете получить, зарегистрировавшись по ссылке, которая прикреплена к баннеру под трансляцией. И в итоге мы видим то, что у нас Джаггернаут все-таки идет на мид, а Урса идет на легкую линию. Как мне кажется, это минус. Почему? Потому что, ну, что мы получаем в таком случае? То есть мы получаем матчап в топе где-то 60 на 40 в пользу Урсы. Матчап в миде, я бы сказал, 50 на 50 для Войт Спирита. Хотя, ну, может быть, Инвиктус Гейминг что-то реально знают, и Джаггернаут — это суперконтра Войт Спирита, но, блин, мне кажется, вообще ни разу нет. Вот. Это первое, да. А если мы линии свапаем, то мы получаем матчап в топе где-то 50 на 50 для Джаггернаута Дизраптора, и при этом матчап в миде где-то, наверное, 75 на 25 для Урса. То есть, ну, мне кажется, что это просто более выгодно. Тут, как бы, линия-то тоже простоит. Джаггернаут свое получит, очевидно, и Урс тоже свое получит. В топе просто можно сильнее врага затоптать другой расстановкой линий. Как мне кажется, в итоге решили так. Так, что по рунам у нас? 2-2, да? По рунам 2-2. Мирана с ресурсами. Марс тоже ресурсов, но купил побольше. Так, дайте-ка я забыл совсем на ингейм. Надо же переключиться. Красоту навести. Опа, да. Так вот. Марс почему покупает 3 манка? Потому что для него важно... Он, видимо, заранее знает, что будет против Урса играть. Для него важно спам. Спам и трейд ресурсами. Стрела в рейндж крипа. Хорошо работает читом в лавин. Добивает... Деняет крипочка. Какао у нас с билдом тоже на ресурсы. Ой, ну нет. Ну только не опять. Стрела в рейндж крипа. Надеюсь, таких моментов будет происходить поменьше. Если помните, на прошлом стриме, который как раз был позавчера, таких моментов было очень много, к сожалению. И последнюю игру мы вообще нормально даже досмотреть из-за этого не смогли. Потому что нас выкинуло из игры. И вообще, причем, выкинуло до конца. Вот в самый последний момент, в момент разменов там... Ну, не тронами, да. В момент тимфайта там на 50-й минуте, где ни у кого не было байбеков, там, по сути, решалась вся игра. Посередине тимфайта просто дота выкидывает нас, и мы не можем реконектнуться. Вообще причем. То есть даже нет кнопки реконекта. Вернуться в игру. Игра просто закончилась без нас. Потом там вот админы узнали, что там Invictus Gaming победит. А, вот, точно. То есть Invictus Gaming сагов тогда выиграли 2-1. Вот. Надеюсь, что таких моментов будет поменьше. Всегда есть опция, конечно, пойти в Dota TV. Вот. Но там дополнительный дилей, и мы этого делать не будем. Вот. И, кстати говоря, вот эта вот проблема с серверами, я не знаю, это исключительно проблема с серверами в Китае, но у меня тоже такая была проблема в ММе. Тут Arrow. Это, кстати, ФБ. Такая же проблема была в ММе, когда я вот буквально в этот же день играл на стриме. Там был достаточно мемный момент. Просто в афришной игре начинается пакет-лосс, и ты нажимаешь кнопку Disconnect. Я подвожу курсор к красной кнопке, которая в верхнем правом углу экрана. Ну, типа выйти из доты, да, чтобы перезайти просто в доту. Я нажимаю на эту красную кнопку, а игра мне предлагает ливнуть из игры окончательно, да, из ММа. Хотя я не нажимал кнопку Abandon, я нажимал кнопку вот этого вот красного крестика. Ну, я, естественно, не считаю, что там написано, потому что я туда не нажимал. Нажимаю подтвердить и ливаю из игры, собственно, которую... И потом моя команда, я ливнул на пятой минуте игры, и моя команда 4х5 потом закончила, как бы выиграла. То есть это была вообще суперфришная игра, и я просто... Мало того, что не получил 30 ПТС, я еще и, как бы, потерял 30 ПТС. Ну, в общем, было не очень приятно. Не знаю, такие проблемы в последнее время, конечно, в доте начинают маленечко кумарить уже. Надеюсь, валд в ближайшее время разберутся с этим. Ну, вот как раз причина, почему Войт Спирит плюс-минус неплохо против Джиггернаута. Потому что как только Джиггернаут крутилку нажимает, ты диссимилей там ее доджишь. Без каких-либо проблем. Так, а в боте у нас в итоге погибает Акс каким-то образом странным. Там Феникс пошел руну контролить. Скорее всего, остался один и на него напал Мане. Так, Мане у нас с быстрой перчаткой, видимо, выходит в ПТ плюс перчатку дополнительную. Посмотрим, да, у него тут как бы... А, нет, просто ПТ плюс армлет. Ну, хорошо. Да, разочек подрезали Акса, но, как видите, на лайнинге это не отражается никак. То есть у Акса по-прежнему сверхмного. Ему ничего не сделается, когда Феникс рядом. Вот в этом проблема, понимаете? Вот в этом проблема, что... Мало того, что у врага два таких темповых кэрри хороших, вот так и... Еще у твоего единственного, можно сказать, кэрри у него реально большие проблемы на стадии лайнинга. У Рейс Кинга только 20 скрипов. Только 20. В то время как у Урса 30, да? Ну, там Войт Спирит хорошо качается. У Джиггернаут чуть поменьше крипов, чем у Войт Спирита. И Войт Спирит, он... И вообще такое понятие, как кэрри... Ну... Это потом уже где-то будет сказываться, да? Где-то там, может быть, к 30-35 минуте игры. Вот как раз к этому таймингу, если... РНЖ контроль на карте не захватит и не будут уверенно, там, Рошанов забирать, карту контролить, то вот к 30-й минуте у Урсы, там, Бэфс, Энжин Дьяша, Башер появятся, а вот Джиггернаут какой-то там, манты дифуз. И, ну, в общем, все. Как бы, ну... Будет нереально, мне кажется, играть. То есть чисто на темпе. Вот должны РНЖ сейчас играть. Но вопрос, вот, понимаете, а как играть на темпе? У тебя в боте Попзелло линию Аксу заведомо проиграл? Ну, как бы, потому что понятно. Ну, я не знаю, как... Насколько плохо нужно играть в доту, чтобы линией Акс Феникс проиграть линию Рейскин Горку? По-моему, это просто нереально. Надо, ну, очень все неправильно делать. Вот. В центре... Ну, ладно, в центре 50 на 50 матчап. Ну, и в топе, как бы, Урс тоже, как бы, стоит на фулл фрифарме. Ну, Марс тоже, конечно, качается, но, видите, Марсу так ему... Немножечко трудно. То есть, его там проспамливают, его харасят. И в итоге что мы имеем? Мы имеем только Водит Спирит, который может сейчас быть так называемым... Так называемым кем? Забыл это слово. Плеймейкером, боже мой. Утр, конечно... Шестеренки не позволяет крутить в голове. Плеймейкером, конечно же, да. Может быть, Водит Спирит, как раз с хорошего мида, имея там какие-никакие скиллы, хороший левел, раскачку. Может, там, с быстрым Оркитом. Сейчас быстрый Оркит крайне популярен. Оркит, напомню, напомню, друзья, почему Оркит. Оркит это крайне темповый предмет. И предмет, который стал дешевле в результате манипуляций с рецептами, масками и так далее, стал дешевле на целых... Ой, боже, как... Кентавр застанил. Как неприятно. Флавин тут, наверное, умирал, если бы не этот Кентавр. Что самое смешное? Урсу бы догнал бы его на тапке, на Эршоке бы догнал бы спокойно, мне кажется. Повезло. Но, тем не менее, Марс без ресурсов остается, отходит в лесочек, пропивает Власку. Но он тут пока фармит. Власка ему установит, у него будет 400 хп сейчас. То есть ему все равно на ресурс налить. Мог бы как бы и не пить. Потерпеть немножечко, дать скиллы и зафармить пачку, пойти в лес спокойно. А тут... Ой, не в лес, а на респаун. А тут огромная пачка, как бы у нас сейчас приходит. Два рейнджа, плюс идет еще один крипвейв. Это все нужно кому-то фармить. Форсит флай-флай прыжки у умираны, заставляет ее уходить. Так. Ага. Да, все, четенько. Вот, форсит прыжки у умираны. Теперь у умираны прыжков больше нет. Если она подставится, то она, безусловно, умирает. У нас опять лаг на сервере, к сожалению. Можно, наверное, сразу нажать кнопку дисконнект. И нажать кнопку реконнект впоследствии. Ну вот, от следующих, там, пяти-десяти минут игры зависят фактически карты для команды Royal Nefake. Да блин, ну пожалуйста, ну хватит вот этот... Админ говорил, что у англоязычных кастеров такие же проблемы. То есть у них тоже там... Все время возникает вот эта вот ситуация, когда надо дисконнектиться, реконнектиться, не пускает с первого раза. Давайте, наверное, уже на Networx переключимся. Попадают на Феникса. Кривая стрела, тип тембра, Феникс уходит. Топ телепортируется Oracle. Там пошла арена. Oracle будет пытаться сейчас... Ну вообще, кстати, кака он может забрать. Хороший ультимейт. Слушайте, а Oracle, это ультимейт уже на девятой минуте. Паук Чамп. А скиллов больше нет, да? Так, есть дизарм. Урса жмет ульт. Oracle, Габелла. Ну ладно. То есть тут произошел размен саппорта на саппорта. И при этом еще... Ну, как бы Марс выживает. То есть, в принципе, то, что вот сейчас произошло, это максимально грамотно для РНГ. Тут еще пытается Урсу заводить. Урса пытается задать... Он понимает, что уже не уходит. Пытается протрейдиться, но тут копье, которое отталкивает и в лайфлай пытается уйти. Из-за этого разворачивается, убивает Мирану. Приходит Феникс. И Карлс Дайв. Спирита полетели. У Флавина слишком много хп. Он не умрет. Мане тоже убить не получится. Но какой же... Он же реально уже умирал. То есть, ну... Вот прям... Я видел этот обреченный взгляд у флайфлая, что он... Знаете, вот как... Олда, может быть, есть на трансляции? Помнит кто-нибудь заставку третьего Квейка? Где там такой мужик с пулеметом он сначала отбивался от многочисленных врагов, а потом у него патронов он прячется за столб такой. У него патроны в пулемете кончаются, и он такой, типа... Вот. И бежит в рукопашную с ними драться. Тут примерно такой же взгляд был у Урса в этом моменте, когда он понимал, что уже все, уже никуда ему не деться. Развернулся драться, тут копьем его отбросил, а назад он... Опа, халява. И живет. Ну, да, конечно, получилось не круто. Стрела в первую Оракла. Нормально. Акс успевает дать кол, это продлевает ему жизнь. Еще Оркл ему немножечко жизнь продлевает, но... Джей Ти в конце концов оказывается в таверне. Самым большим на творчестве. Самый сочный, самый вкусный фраг для команды Миктус Гейминг. Статик Шторм для того, чтобы убить Марса. У Марса уже есть пассивка, и он повернулся лицом, особого урона много не получал. Эмма ставит в Хилингвард, не уворачивается от копья и отправляется в таверну. Хороший фраг для РНГ. Вот Мане начинает подключаться понемножечку к своей команде. с Армлетом, то есть он не тратит вот это вот драгоценное время на старте игры для того, чтобы там пофармить нейтральные какие-то кэмпы. Нет, он приходит, выдает станы, скелетиков вызывает, с катапультой вышку пушит. Ну, короче, нормально получается. Выходит злой Акс с Вангвардом. Вот как раз Акса возможно убить только когда вот вы на него наверное как-то наваливаетесь сейчас втроем, вчетвером, и нет вообще никакой помощи по блеу. У меня слэш пошел. Каллинг Блейд, а? А че Джиггернаут вообще билдит? Джиггернаут билдит ПТ, две маски, драма. Урса билдит... А, Урса БФ не билдит... Слушайте, Урса-то БФ не делает. Ну, поймал Маслину. Ну, не-не-не, туда уже... Урса не делает БФ и... Ну, тут, в общем-то, хозяин барин. То есть, хотят ребята темпом задавить соперника и, в общем-то, это их право. Вот, но понимаете, в чем проблема? Ну, БФ на Урсе, по-моему, хорош при любой погоде сейчас. Вот без ров, говорю. Хорош просто всегда. Ставится Супернова, Статик Шторм. Супернова пытается разбить Мирана. Мирана дает неплохие тычки, но не успеет. Не успеет, и это минус 3 от команды Invictus Gaming. В топ тем временем телепортируется Акс. Сейчас здесь будет пытаться дефить вышку от скелетиков в Рейс Кинга. Да, у него получается это сделать. И вышка в центре падает. Давайте-ка быстренько глянем на... Так, глянем у нас. Есть коэффициенты только на вторую карту. Почему-то там, видимо, подзакрылось. Ну, можем посмотреть коэффициенты на вторую карту от нашего партнера при матче 1.80 на РНЖ и 1.95 на Invictus Gaming. Там, видимо, сейчас идет перерасчет на первую карту КФов. Вполне вероятно. Что-то типа того происходит. Ну, как я себе это представляю, да? Ну, после этого тимфайта, мне кажется, Invictus Gaming должны получить определенное преимущество по коэффициентам. Ну, в том плане, что он на них должен снизиться. Очень большой Акс, понимаете? Вот в чем дело. Очень большой Акс выкатился вот с бота и он сейчас является главной угрозой. Не Джиггерна, вот этот вот Смидо с какими-то там драбами, Фьюри. Не, не. Не Урса вот это вот. Не Феникс, там два саппорта мощных с Дизраптором, у которых скиллы очень хорошие. А именно Акс, которого вообще никак не убить, который вот так вот просто бежит в вас и все, что вы можете, это просто убегать. Так, Глимс на Мирану. Мирана получает ульту. Пол от Акса. Акс убегает. Слушайте, Акс, он не хочет, да, здесь вообще помогать Джиггернауту. Кое-как справились, да, вчетвером. Здесь напали. Джиггернаута с Фениксом убили. Немножко переоценили свои силы Invictus Gaming. Кстати, по поводу по поводу вот драфта РНЖ вот в Рейс Кинга и так далее. В Рейс Кинг делает очень любопытный билд. То есть он выходит в Армлет и Шэдоу Блейд. Шэдоу Блейд сейчас должен стать крайне популярным предметом, потому что то, как он сейчас собирается через вот эти вот Бликс Наклс, так называемые, которые скорость атаки дают, это, ну, очень-очень круто, что, ну, для большинства кэри героев, то есть раньше Шэдоу Блейд он... Не, ну, раньше Шэдоу Блейд он же тоже типа скорость атаки давал, там просто Шэдоу Амолед сделали таким, что не дает скорость атаки, но надо почитать, на самом деле, прошибать чуть-чуть побольше. Скорость атаки немножечко увеличена, дэмэдж редюс, слушайте, а он не так в итоге лучше, не намного лучше стал, да, получается. Просто мне почему-то казалось, что Шэдоу Блейд стал в миллиард раз после реворка. Ну, он... Там Сильверетш, наверное, надо сказать, что стал намного лучше, потому что он теперь состоит из Эхо Сейбра, да, вот, и как бы Эхо Сейбра это предмет, который собирается намного более комфортно, чем Райт Клик Ультимейт Орбо, вот, и для всяких вот кэри героев, для большинства кэри героев он дает, конечно же, намного больше. Напали на Джиггернаута, Джиггернаута убили уже 100%, тут Орхидея у Войт Спирита есть, вырывается в Рейс Кинг, ну, темп держит РНЖ хороший, очень хороший держит темп, тут пошел колл, по Войт Спириту, но не уверен, что удастся так, Феникс урывается, да, должны Войт Спирита забирать, 10 милей там он пытается спасти, Марс Копье, еще один Астрал Степ, Урса терпит, ставится Супернова, Супернова первого уровня до сих пор, Минус реинкарнация в Рейс Кинге, в Рейс Кинге надо убивать дважды, пытается Урса догнать Плайвина, но не уверен, что у него может это получиться, еще одна Орхидея от Войт Спирита, Войт Спирит разворачивается, и да, забирают Марса, в итоге Джей Ти пытается сделать телепортацию, сбить ее нечем, но Инвиктус Гейминг подбрасывает, подбрасывает игру, на самом деле у них все супер Гуччи, но они вот где-то вот умудряются в таких вот позициях драться, короче, я вот что должен сказать, очень хорошая игра от Мане, при условии слитого лайна в боте, он очень качественно ротируется по карте, то есть вот недавно там писал Ярик, я вот как раз наткнулся сейчас в Твиттере там на один из новостных ресурсов, что он там критиковал ЛТВ за отсутствие дэмэджа по вышкам и ноль убитых героев, я конечно ту игру не видел, чтобы делать какие-то, ну легко судить как бы человека, ну человека, или игрока, когда он ноль фрагов сделал и ноль дамага по вышкам дал, когда там драфт проигран до крипов, например, там вообще до крипов просто нереально уже что-то сделать, так конечно нельзя судить, и поскольку я эту игру не видел, я не могу ничего сказать, но Мане здесь вот прямая противоположность, то есть он супер круто делает, влетает Феникс, хорошо раскидывает спиритов, Мане терпит, у Мане нет реинкарнации, тут хороший смок получился от IG, хотят догнать еще и Оракла, глимсует его, подкол, и это очередной фраг, трипл килл для GT, все фраги застилил, выходит в Рошпит, с Инжиндьяша у Урсы, Хилингвар должен быть, работяги сторожат Рошпит с Витси, просто встали рядом с Рошпитом и стоят и смотрят, забавно конечно получается, да, Рошана в итоге забирают у нас ребятки из Инвиктос Гейминг, но оно и понятно, у них драфт по Рошану намного лучше работает, попытка подцепить Войт Спириту, у Войт Спирита есть А. Иллюзии, Б. Два Астрал Степа, вот его зацепить конечно сложно, но развели на два Астрал Степа, то есть ближайшие где-то 40 секунд у него Астрал Степов нет и можно будет его поймать там в другой части карты, если это потребуется. Джаггернаут первым фактически своим серьезным слотом будет приобретать Яшу-Манту без каких-то диффузов, без молний, вот такой Джаггернаут, он, знаете, как смотрится, как больше мне представляется персонажем, который дает импакт своим хилингвардам в первую очередь, на мой взгляд. То есть вот, ну вроде бы, ну ладно, он не слэш второго уровня, он вроде бы бьет, но если его скастовать как-то криво, то есть его же надо очень хорошо скастовать, понимаете. Плюс он еще очень рандомный. То есть, например, ты там вышел в замесе, ты не можешь просто в замесе 5 на 5 кастануть им не слэш, потому что, ну, весь дэмэдж распределится, и это не будет круто. Вот тебе желательно в какую-то отдельную цель. Кол под статик шторм, неужели его теперь? Да, он пытается смонтиться на краю кинетик филда, но я не знаю, кстати, работает ли это или нет. Можно ли так смонтиться на краю кинетик филда, что ты выйдешь оттуда? Ну, не смонтиться, а руну иллюзий прикасать. Ну, в принципе, это одно и то же. Сейчас, да? Раньше это не так работало, сейчас, когда ты руну иллюзий активируешь, это фактически как манта. Ты исчезаешь с карты, да? И диспелл получаешь. Клавин ставит арену, он не слэш, пошел, нормально. Да, как раз появились коэффициенты на первую карту. 2.25 на Royal Nova GiveUp, 1.60 на Invictus Gaming. Феникс докупает книжки себе, он и так 12 уровень получит, но у Феникса у него очень много, вот почему для Феникса важен левел, потому что у него очень много пиков силы сосредоточено на левелах, да, смотрите. третий левел пик силы, пятый левел пик силы, шестой, седьмой левела, потом, ну, наверное, двенадцатый, двенадцатый, пятнадцатый, восемнадцатый, двадцатый, двадцатый, двадцатый. То есть у него вот на этих левелах очень серьезная прибавка к мощности происходит. Ну, понятно, в принципе, каждый левел там, прокачка Сан Рея на самом деле тоже довольно важна, просто в первую очередь на, когда говорят о Фениксе, ориентируются на его левел ульты и на его левел спирита. Да, но Сан Рей это, конечно, тоже важно. Так что каждая прокачка Сан Рея тоже усиливает Феникса довольно мощно. Ну и плюс талант на спелл амплификейшн тоже на десятом уровне важно. Короче, вы поняли, для Феникса самое главное это левела, и даже если у него есть двенадцатый, ему все равно как бы надо книгу, чтобы там докачать Икарус, докачать Сан Рея, докачать Таланты, докачать потом быстрее добраться до пятнадцатого восемнадцатого ловлов и так далее. Если у вас есть Феникс в команде, все книжки он должен сжирать в первую очередь. Так, Сенчин Дьяша, БКБ, дальше билд Урсы, есть в Эмпайр Фэнкс, довольно полезный предмет для Урса, который позволяет ему, ну, игнорировать там покупку Мома, вот как раньше, я говорил об этом как раз на старых, наверное, не на старых, не совсем старых трансляциях, а в прошлом патче, когда еще вот Урса только начинал набирать популярность, говорил о том, что вот как раз в Эмпайр Фэнкс это один из лучших предметов на Урсе, потому что, на ранней стадии, потому что, если раньше Урсы в первую очередь, ну, там, кто-то покупал Владмирс, кто-то покупал Мом, кто-то покупал Доминатор, когда он лайфстил давал, это действительно артефакт очень полезный. Попытка выйти в смоуке от Royal Never Give Up заканчивается эта попытка ничем фактически, у Урса еще Аегис на руках 30 секунд, не знаю, какой-то крайне нетайминговый смоук, если честно, вот вообще нетайминговый. Куда, зачем они побежали, для чего у Урса БКБ появляется, вот помимо Сенчиньяши, сейчас, конечно, очень-очень тяжело будет драться. Как дела у Папича? Папич себе Сильвередж докупил. Сильвередж хорошая штука. Тут как бы ставим лайк Брейс Кингу. Таланты стандартные. В топе немножечко сплитпушит Void Spirit, который, кстати, не хочет покупать Аганим себе. Оркит БКБ, дальше Шива. Прибавка к броне необходима, понятное дело, против Урсы и Джиггернаут хочется иметь дополнительный армор, но с Аганимом можно было бы саппортов добивать. Глимсуют в Рейске. В Рейскинг у нас вообще-то с ультой, ребята, и там Оракл залезли. Вы что делаете? Так, ну хорошо, минус реинкарнация в Рейскинге. Он мне, знаешь, пошел. Вроде неприятно. Ну, так и Джаггер сейчас умрет. Что не сделали? Я вообще не понял. Кто-нибудь может объяснить? Ладно. Руну регенерации в боссе можно отдать Водит Спирит. У него как раз ресурсов не шибко много. И это минус 102 вышка, 100%. Хуже, чем эта атака. Инвиктус Гейминг могли бы просто шмотки разбить. Вот, без рофу. То есть вот в такой позиции напасть на Врейскинга с ультой, у которого в команде Оракл. Это самая худшая идея, которую только можно было придумать. С другой стороны, там выбили реинкарнацию не третьего уровня, и Инвиктус Гейминг могут сейчас чуть-чуть посмелее попытаться сыграть. Вот сейчас они как раз могут попытаться напасть на Врейскинга, у которого Оракл со спиной. Потому что это может возыметь действие, пока у него ульты нет. Но когда у него ульта есть и у него полспромис, вы его вообще никак не убьете, ребят. Вообще никак. Вот хоть все в него скиллы влейте, вы его вообще никак не убьете. Так, тут у нас диффуз будет после манта Джиггернаут. Вряд ли Джиггернаут успеет в темп до 20 уровня Врейскинга. Скорее всего, Мане не испытает каких-то проблем с механикой монобрейка в этой игре. Но Врейскинге успеет, думаю, докачаться до 20, пока диффуз появится. Хотя, конечно, диффуз-то может и появиться до 20 левела. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ну, есть команда сзади, да? Есть команда и Врейскинга опять-то реинкарнация появляется. Урса ультует, стрела пошла. Ремнант пытаются убить Флайфлая. Кстати, к Шторм, ребят, там ульту Врейскинга. Это очень опасно. Врейскинг в итоге убивают один раз под БКБшкой Сетсу. Вот это уже драка больше похожа на удачную для команды Invictus Gaming. Но все разбегаются в разные стороны. Ставится Ремнант, побаивается немножечко Урса и Ти. Там непонятно, что-то сбивало BlinkJT или он просто побоялся прыгать. Джиггернаут был далеко, но с другой стороны и Марс тоже был очень далеко. То есть это был Teamfight 4 на 4. Урса потратил БКБ. Но с другой стороны Войт Спирит потратил БКБ. И реинкарнацию второго уровня снова выбили у Мане. То есть в ближайшие полторы минутки он будет без ульты бегать. Нужно быть немножечко поосторожнее. Конечно же. БКБшка планируется в Рейс Кингом. Ему так сильно мешают статик шторма всякие вот эти вот ульты фини. Ну вообще да, наверное, мешают. Кинетик этот тоже непроходимый. Нормально. Вроде у него нет проблем с с Урсой и Джаггернаутом прям таких серьезных. Два раза ногой ударил. Реально что-то смешное. Спайдер Лекс для Марса. Новые шмоточки, да? Новые шмоточки, новые шмоточки. Надо надо дофармливать. Два репэр Китая. Там и там Энчантед Квивер для Джаггернаута. Дефуз у него появляется. Ну да, вот в принципе момент, когда нет еще 20 уровня у Рейс Кинга, но Джаггернаут Дефуз купил. Ну в принципе у Джаггернаута один шанс реализовать этот Дефуз. То есть если сейчас Эмо умрет, а в Рейс Кинг нет, то все. Нападают на Акса, Сильвер Эдж дает пичку, Акс не крутится, Статик Шторм пошел, пошла Арена, Оля неплохо закиливает Санреем, убивают в Рейс Кинге один раз, Солнце. Все-таки удается разбить, минус 3 от команды РНЖ и должны будут еще и Урсу здесь подрезать. Урсу убивают. Эмо делает телепортацию, остается в живых. Ну все, как бы до свидания, Дефуз, как бы, ну все, как бы он его не реализовал. Понятно, что он приобретается на Джаггернауте не для того, чтобы в Рейс Кинге контрить, это просто такая приятная дополнительная опция, да, что можно было бы подконтрить в Рейс Кинге. Это просто, ну ДПС и билд с мант, это, ну просто артефакт, который синергирует хорошо с таким героем, как Джаггернаут, сам по себе. Но вот эта вот дополнительная опция подконтрить монобрейком в Рейс Кинге, она уже все, как бы, ну, пояс ушел. Потому что у него уже 19 с половиной, сейчас у вас упадет линия, аванпосты, экспа для мане, 20 уровень, все, как бы, талант на реинкарнацию. Больше, больше вы в Рейс Кинге ману не прожжете. Вообще никак. Ну и следствие того, что сейчас происходит, это вот это вот, вот этот вот тимфайт. Вот этот вот. Подрезает здесь вард. Джаггернаута цепляют, у него, а, у него стат реза нет. Он просто дитанс ливер там нашел, видимо, на респаун его отправил. Ну, хорошо, подрезали Джаггера, глимсует Мирану, Мирану умрет, калин гладит Атакса. Выходят дальше, пытаются подцепить Флайвина, Флайвина с ПКБшкой, его не так-то просто здесь схватить. Ребят, это драк 4 на 4, довольно опасно. Мирану выкупается, драк становится 5 на 4. Пытается подрезать мане, мане с реинкарнацией, ребят, мане, реинкарнация проходит, Урса жмет БКБ на развороте, может что-то сделать или нет, не может, ставится защитная Супернова, видит этого Рейскинг, понимает, что надо уйти, ну и Викус Гейминг тоже надо уйти. Сейчас должен вводиться перецеплять, Астрал Степ появляется, Астрал Степ, опа, подцепили, да, Дизраптора, Дизраптора нет, какой-то странный, а, Орхидею получил, понятно, Я думал, почему он не остановился на половине Икаруса и не пытался на базу идти, он просто Орхид получил на Фениксе и пришлось полный цикл прокастовать Икаруса. И второй Рошан за командой Royal NevaGewa, первого Рошана Invictus Gaming забрали заслуженно, потому что на карте они доминировали и у них Урса в команде. Вот, а второго Рошана уже приходится отдать с талант на Ринкарнейшн Монокос. Так, 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 что у нас? Аегис для Сетсу, Сыр для Мане. Понятно. Понятно, плюс ясно. Урса делает балл. Урса не может, ну, Урса не имеет темпа, ну, не знаю, вот, купил бы ВПФ Fly Fly, спокойненько бы пофармил, сейчас имел бы не 14 Канетворс, а 20. И у него была бы Исенченд, Яша, и БКБшка, и Башер, и БФчик, и все, по нему было бы вообще красиво в этой игре, и левел был бы у него там 22 какой-нибудь. А так, в итоге, он без БФа, не знаю, не имеет темпа. Боялись, видимо, Invictus Gaming, что соперник их задавит, но, если вы боялись, что соперник вас задавит, зачем бросали игру в тот момент, когда вы ее, как бы, взяли под контроль? Марс покупает Элибарду, врывается Сетсу, форсит Флай Флайя на БКБ, БКБ Флай Флай прожимает, БКБшка у него уже 5 секунд, поэтому впитывает стрелу Флай Флай специально под инрейджем Статик Шторм плюс Глимс, Стан летит в Урсу, в России никого не боится, его Еулят, прыгает Акс на базу к себе, Флай Вин, ставит арену, копьем никого не цепляет, работает Килингвард, но это, может, не самая удачная идея здесь драться, Оркет по Фениксу, Феникс суперновый, пошел он не слэш, драка приобретает непредсказуемый характер, очень много дэмэжа получает Войт Спирит, Войт Спирит с Аегисом, пошел колл, по Войт Спириту минус Аегис, Мане, Мане без реинкарнации 25 секунд, жрет сыр, что по ультимейту, ультимейту Оркл еще есть, пытается подсейвить Мане, Мане получает фолст Промис, живет пока что, Ремнант неплохой минус Урса, Урса без Байбэка, Копье неплохой, выкидывает Акса подальше, погибает в итоге и Джиггернаут, Каллингблэйд минус в Рейс Кинг, Джей Ти пытается убежать, прыгает Флайвин, дает неплохой удар щитом, замедляет, первый спелл Оракла цепляет Джей Ти, прям под фонтан начинают лезть ребята, БКБшка приобретается Аксом, Акс, ему БКБ доезжает, но его за чейнстанели, он не успевает его активировать, и уже просто щемление под фонтаном происходит, ворует манга Флайвин на вражеской базе, его глимсуют, но там блинг и... паучьими лапками режет еще манга дерева, да, без Рейс Кинга, конечно, долбить хайграунд не особо удобно, но когда враг полным практически своим составом в таверне, я уж думаю, как-нибудь РНЖ справится с этой вышкой, активируется реперкит на последнем издыхании тавера, и переключается у нас команда РНЖ на милишный барак, это минус вторая линия, третью линию спушить не смогут РНЖ, и в трон пойти, скорее всего, тоже не смогут, Урс и Джиггернаут вот-вот заспавнятся, однако шансы на победу для команды Invictus Gaming тают, тают на глазах. МКБ. А МКБ зачем? Просто для дамага. Лепарда только у Марса. Ну да, видимо, МКБ чисто для демеджа делает флайфлай. Джиггернаут тоже МКБ делает для демеджа. В принципе, МКБ на Джаггере, МКБ на Урсе, демеджа будет хватать. Надо как-то подумать о том, чтобы убить Ораклу первым. Я понимаю, что у вас вот только Акс, который может на Оракла сесть. Вот, и Оракл там хорошую позицию занимает, чтобы в Акс в нее не попал. Ну, блин, что поделать? Вот сами игру до такой стадии довели, вот теперь пытайтесь ловить этого Оракла. Если Оракла не поймаете, будет трудно. А байбэк? Оракла, наверное, да, байбэк у Ораклы. А Ораклы вообще и блинг еще. Ну все, тогда забейте. Забудьте, что я сказал. Тут Оракла можно сейчас поймать только на какой-то перетяжке. Вот только если он где-то там побежит как-то далеко от своей команды и вы тоже в смоке выходите, ловите этого Оракла, убиваете. В противном случае он просто, если будет чувствовать, что тимпайт вот-вот начнется, он элементарно не подойдет. На блинке ворвется, даст ульту. Так, в миде хотят напасть на Джаггера. Да, без шансов для Джаггера 75 секунд ТМ в таверне. И можно на хайграунд, наверное, заходить сейчас. Докупил себе еще Октарин Корр с Эдсу. Новый Октарин Корр, конечно, очень хороший. Вышечка. Получает баф. Попытка выби... Понятно. У Урса выкупается. Получает Акс очень много дэмэджа. Фолст Промис по Врейс Кингу минус Акс, кажется, должен. Нет, Акс вроде как успел немножко перегруппироваться. Нет, все-таки погибает Акс, погибает и Феникс. Флайфлай после байбэка, подрубает энрейдж. Ну, Эмма уже пишет где. Ну, ребят, вы все сами видели. Без комментариев. Без комментариев. Поздравляем команду РНЖ с победой на первой карте. Все шансы у Invictus Gaming были. Будем смотреть, смогут ли Invictus Gaming отыграться на второй карте. Можно посмотреть статистику сейчас по противостоянию. Что тут? Что тут? Где тут? Что тут? ДПС, ДПС. 23, 35. Войд Спирит. Войд Спирит топ по ДПСу, да? Угу. Угу. Ну и по КДА тоже у него все хорошо. 9, 11, 17. Хотя у Врейс Кинга тоже по КДА все отлично. Ну, Мидер 07. Понятно. Так, ладно, друзья. Давайте, наверное, переключимся сейчас на заглушечку. Что ж. Небольшая рекламно-музыкальная пауза. Вторая карта не заставит тебя долго ждать. Оставайтесь на трансляции. Я пойду что-нибудь съем, позавтракаю. А то я тут сижу злой и критикую всех. Вот. Думаю, что 10, максимум 15 минут. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова